Это жопа. Да ни хрена такого не может быть. Да ни фига. Друзья, всем привет. Вот и пятая часть моих мыслей. Сегодня тема про пальмос. Давайте поговорим. Погнали. Вот сейчас вы видели исполнение пальмоса мастерами своего дела. Объяснять, что такое пальмос людям, которые занимаются фламенко, не имеет смысла. Они все прекрасно понимают, что это такое. Что же я вижу на деле, когда выступаю на различных фестивалях, конкурсах и так далее? Я вижу банальные аплодисменты. Выходит 2-3 человека садятся на стулья и начинают весь номер аплодировать. Если вы хотите поаплодировать, сядьте в зал и аплодируйте после завершения номера. Когда вы на сцене, нужно не хлопать просто в ладоши. А нужно это делать правильно. Правильно, музыкально. С осознанием того, что вы делаете. Ведь это же так просто, да? Вроде бы, что такого? Выйти на сцену, сесть и прохлопать кампас Алигриеса. Да нифига. Пальмаор, это отдельный человек, музыкант. Он своими ладошечками, вот этими замечательными, он создает музыку. Просто вот наберите в ютубе пальмас, различные там, посмотрите концерты выдающихся музыкантов, танцоров, кантоворов. Именно подживой звук. И обратите внимание на пальмас. Насколько он тонкий, музыкальный и чувственный. Потому что на пальмаора нужно учиться так же, как и на танцора, и на гитариста, и на кантаора, и на перкуссиониста. Это не означает то, что можно выйти на сцену, похлопать в ладоши и сказать, все, я посидел на пальмасе, я просто бог. Да ни хрена такого не может быть. Как танцор, который приходит в зал и занимается по 3-4 часа. Как гитарист, который дома по 3-4 часа сидит, занимается, гадяет различные упражнения. Этюды, гаммы, компасы. Так же и пальмаор, он должен заниматься. И они занимаются, и они развиваются. А у нас на деле происходит как? Собирается номер, и что? И выбирается из коллектива 2-3 человека, которые саятся на пальмас. Да, они знают базовые компасы. Да, они знают структуру танца, хореографию, знают, где какие паузы. Но само звукоизвлечение, оно просто отвратительное. Как будто кого-то отбивают, знаете. Но только в компасе соля или аллегриеса. Неважно. Звукоизвлечение, нужно над ним работать. И не надо это делать на репетициях так, как будто вы солист. Посмотрите, как на фесте хлопают все. Это же просто, даже если мы уберем танец и пение, получится такая музыка. И надо стремиться к этому. Ну, окей, хорошо. Хлопайте. Но не на сцене. Не на сцене. Не на концерте, не на фестивале. Руководители школ. Занимайтесь со своими учениками, учащимися. Хотя бы 15-20 минут от урока возьмите и начните с базы. И сидите, разбирайте это. Хлопайте. Слушайте друг друга. Надо развиваться. Надо заниматься. По щелчку пальца не получится это сделать. Есть люди, которые хлопают хорошо, в компасе, с хорошим звукоизвлечением, с полным осознанием того, что они делают. А есть люди, которые просто вышли вот так вот, похлопали и все, и кайфанули от этого. Подводя итог, всем тем, кто только начинает погружаться в эту стихию, мой вам совет. Тряситесь, педагога, которым вы пришли заниматься, уроки пальмаса по 15-20 минут в день. Пускай вам педагог объясняет, что и как хлопается, какой правильный звук должен быть, какая, правильно, постановка должна быть. И рассказывает вам о структуре пальмаса в целом. Всех с наступающим Новым Годом! Самое главное, вам всем здоровья! Все остальное будет. Ссылочка на мое предыдущее видео будет вот здесь вот с подсказанкой и в описании под этим видео. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал. Из красненького колокольчика мы делаем серенький. Оставляем один комментарий и с вас лайк, либо дизлайк. А я погнал есть мандаринку. Всех обнимаю. Всех с наступающим Новым Годом! До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok